Здравствуйте, уважаемые трейдеры, с вами я Мария Кухта и вы смотрите свежий обзор рынков с анализом основных финансовых инструментов, с разбором моих предыдущих публичных торговых идей. Сегодня будут как свежие торговые идеи по некоторым инструментам, так и разберу предыдущие публичные торговые рекомендации по остальным инструментам, если ничего нет. Скажу, что сейчас не рынок, ребята, давайте подождем, ситуация непонятна, инструменты в движении и так дальше. То есть пройдусь в принципе по основным блокам, таким как фондовые индексы, посмотрим криптовалютный рынок, биткоин, эфир, также посмотрим золото, серебро, нефть, газ и, как всегда, посмотрим форекс. Значит, я напомню о том, что данное видео выйдет на моем YouTube-канале Мария Кухта Трейдера сегодня, в субботу, 11 ноября, и на YouTube-канале компания Маркетс. Видео продублируется в понедельник, 13 ноября. Также хочу напомнить о том, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал Мария Кухта Трейдера для того, чтобы всегда получать не только торговые идеи на выходных и видео на выходных, но также и на протяжении торговой недели. Вы будете получать обзоры рынков от меня с анализом основных инструментов. Как всегда, я анализирую форекс, анализирую индексы, металлы, крипту, нефть, газ по своей стратегии защитный трейдинг. То есть если есть какая-то интересная ситуация по тому или иному инструменту, все это для вас озвучиваю публично. Поэтому подписывайтесь на мой YouTube-канал Мария Кухта Трейдера для того, чтобы всегда быть в курсе основных изменений, которые происходят на рынках. Если вы желаете получать больше торговых идей от меня, вы можете подписаться на мой закрытый телеграм-канал ВИП Мария Кухта и торговые сигналы фактически ежедневно будете получать по тем инструментам, по которым соответствующие комбинации формируются. То есть если формируются правильные комбинации, которые я понимаю, которые показывают сам график, в таком случае даю торговые сигналы, торговые рекомендации для подписчиков закрытого телеграм-канала. Потом эти торговые рекомендации сопровождаю в плане, говорю, где нужно частично фиксировать позицию, где выставлять стоп-лосс, соответственно. Когда стоп-лосс переведите без убыток, значит, все эти моменты, это все, ребята, в закрытом канале, ну и, соответственно, больше торговых идей, больше торговых инструментов. И плюс вовремя вы будете получать торговый сигнал, потому что только появляется торговый сигнал, сразу в закрытом канале делаю соответствующий пост, а уже о публичном видео я могу, допустим, вечером записать видео или на следующий день. Поэтому вовремя получайте сигналы и подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал ВИП Мария Кухта. Ну что ж, значит, давайте переходить, давайте переходить к сегодняшней теме. А у нас сегодня обзор рынков, и я бы хотела начать с фондовых индексов, потому что на самом деле по фондовым индексам интересные моменты рисуются. В принципе, некоторые уже инструменты себя отрабатывают из фондовых индексов, такие как DAX, которые я еще в прошлом, последнем своем обзоре советовала покупать. Да, и S&P, в принципе, у нас неплохо, локально уже растет от поддержки 43.55, которую озвучила на предыдущем обзоре. Давайте все по порядку. Итак, начнем с фондового индекса S&P 500. Ребят, по S&P формируется лонговая картинка. В принципе, по S&P у нас ничего не меняется. Еще на последнем обзоре, который вышел на моем YouTube-канале Мария Кухта-трейдер, я напомню, что обзор записывала я в среду 8 ноября, я говорила о том, что S&P рассматриваю на покупку. На тот момент, скажем так, хорошей торговой идеи у меня не было по S&P, в отличие от DAX, потому что DAX я советовала непосредственно открывать лонги, то есть говорила, что можно с текущих покупать DAX, а вот S&P говорила, что направление лонговое и перспектива на пробитие сопротивления 43.90. Смотрите, у нас сейчас ничего в принципе не поменялось. То есть S&P у нас показал реакцию на откатный уровень поддержки 43.55. Это дополнительная информация о том, что действительно инструмент нацелен наверх. Никаких предпосылок сейчас для снижения у нас нет. S&P в локальном восходящем тренде. Локальная лонговая тенденция, которая сформировалась за последние несколько торговых недель, начиная фактически с 30 октября, у нас пошел такой хороший импульсный рост по фонду Мэнксу S&P 500, после чего набор позиций несколько торговых дней выше откатного локального уровня поддержки 43.50-43.55. Поэтому текущая картина сигнализирует о том, что S&P у нас нацелен наверх, локальное коррекционное снижение, которое произошло в четверг, 9 ноября. Мы уже перекрыли дневочкой в пятницу и довольно хорошо смотримся в лонг. Поэтому по S&P можно открывать покупки. Перекрытие коррекционного снижения у нас уже есть. Покупки либо с текущих, либо еще как-то будем добирать торговую позицию в рамках пятничного роста. Но тем не менее, выше 43.50-43.55 откатного уровня поддержки рассматриваю покупки по фондовому индексу S&P 500 с целью на прорыв сопротивления 43.90 и выше. В перспективе ожидаю обновление максимума в текущего месяца, максимум месяца октября и дальнейшего роста по S&P. Если картинка будет меняться, ребят, я буду все это озвучивать на своих ежедневных обзорах. Каким образом выходят ежедневные обзоры? Значит, если ситуация меняется, либо что-то интересное появляется, записываю обзор. Если ничего не меняется, в таком случае в тот день ничего не записываю, потому что ситуация остается прежней, ситуация остается без изменений. Поэтому по S&P, если что-то поменяется, обязательно вас проинформирую. Сейчас же покупки, покупки в селе. И они, в принципе, подтверждены, поэтому пока-пока рассматриваю продолжение роста и перспективу для роста озвучила. Теперь давайте посмотрим DAX. DAX 40 – это еще один индекс, который я рассмотрела в своем прошлом обзоре. Последним публично рассмотрела DAX. Не только рассмотрела, но и с DAX начала обзор. По DAX была непосредственно торговая рекомендация на покупку. Обзор рынков на 8-9 ноября. И DAX – это был первый инструмент, который я советовала покупать и по которому вы получили торговый сигнал от меня. Давайте смотреть. Значит, DAX – среда 8 ноября. Покупки. Я говорила о том, что паттерн отличный. Все паттерны я отбираю по своей авторской торговой стратегии «Защитный трейдинг». Комбинация, которая сигнализировала о том, что движение наверх предыдущее подтверждено, и это значит, что полноценная лонговая комбинация здесь сформировалась. Поэтому по DAX я вам посоветовала покупать в среду 8 ноября выше откатного уровня поддержки 15-100. Но также сказала, что можете с текущих покупать, потому что ситуация у нас хорошая, ситуация у нас лонговая. Лонговая и цель для роста, которую я озвучивала, это сопротивление в районе 15-500. DAX уже у нас начал расти в четверг 9 ноября. Неплохой интродэй рост. Пятница в моменте здесь меня вынесла по безубытку в закрытом канале, потому что я стоплост перевела в безубыток, к сожалению. Но тем не менее, кто публично смотрел мой последний обзор, вы можете и купил, соответственно, данный фондовый индекс, вы могли уже неплохо заработать на покупке, потому что два дня роста у нас уже есть. Ну, если вы, соответственно, стоплост не перевели в безубыток, так как сделала это я. Поэтому безубытки, это, ребята, тоже такой момент, видите, что если все-таки ситуация сохраняется, желательно не переводить стоплост в безубыток для того, чтобы не, скажем так, попасть на такие вот моменты, как бывают иногда по рынку, в том числе и как у нас случилось с DAX, что в моменте, в принципе, безубыток вынесло, но тем не менее, уже в пятницу мы неплохо-неплохо отросли интродэй и дальше продолжаем смотреться наверх. Поэтому DAX покупки. Ну, уже, смотрите, ребят, стекущих я уже не советую покупать, потому что это уже идет локальная отработка паттерна. То есть мы уже все выше и выше находимся. То есть если вот покупка, которую я советовала покупать, примерно 15-200, 15-200 с копейками, то сейчас мы уже растем, да, сейчас это уже отработка предыдущей формации, предыдущего лонгового паттерна. Поэтому, кто покупал, замечательно. Вы можете удерживать лонги. Если не покупали, либо ждите коррекции, с коррекцией можете покупать, либо, возможно, на более мелком таймфрейме увидите точку захода, и тогда уже там с небольшим стопом можете попробовать купить DAX. Ну, потому что, в принципе, DAX у нас лонговый, DAX у нас нацелен на достижение сопротивления 15-500. Пока никаких преград для роста не вижу особых. Я думаю, что все-таки присутствуют все шансы для того, чтобы дальше расти по данному фоновому индексу. И, соответственно, здесь у нас паттерн уже локально отрабатывается. И дальше, дальше индекс нацелен наверх. Так, из других индексов, на которые, вернее, я бы хотела обратить ваше внимание, давайте посмотрим сегодня еще Dow Jones и Nikkei. Смотрите, Dow Jones. По Dow Jones можно работать в лонг, а по Dow Jones у нас есть паттерн. Защитное лонговое движение, которое произошло, да, фактически, начиная с 30 октября, заканчивая 3 ноября, импульсный рост, который подтвердился правильной графической комбинацией. У нас была попытка уйти на локальную коррекцию. Значит, коррекция, которая произошла в четверг, 9 ноября, показала минимум коррекционного снижения в районе 33,860. Ну, и эта коррекция была перекрыта в пятницу на прошлой торговой неделе. И сейчас Dow Jones у нас смотрится наверх, поэтому фондовый индекс Dow Jones советую покупать. Либо с текущих можно пробовать, либо от коррекции. Возможно, еще как-то будем делать внутреннюю дневочку в рамках пятничного роста, откатную внутреннюю. Ну, посмотрим по факту, но, тем не менее, высшая, ключевого. На текущий момент откатного уровня поддержки 33,870. Работаем в лонг по фондовому индексу Dow Jones. С перспективой. Ну, смотрите, какие-то технические цели сейчас озвучивать не буду, потому что у нас перспектива, на самом деле, очень хорошая. Будем смотреть по факту. Буду сопровождать торговую рекомендацию. То есть, если будет ситуация либо меняться, либо какие-то моменты дополнительные появляться по фондовому индексу Dow Jones, буду все это озвучивать на своих следующих обзорах, которые выходят на протяжении торговой недели на моем YouTube-канале «Мария Кухта Трейдер». Поэтому сейчас покупки. Дальше будем смотреть уже непосредственно, где будет хорошая точка входа, хороший торговый момент для открытия сделки. То есть, уже в понедельник, во вторник, я думаю, что эта ситуация подтвердится, и дальше Dow Jones будет у нас расти. И еще Nikkei. Я бы хотела посмотреть. Значит, Nikkei. Что интересно по данному индексу? Да, здесь у нас лонговый паттерн, ребят, подтверждение предыдущего импульса. Отличная комбинация в лонг, поэтому Nikkei покупки вышеоткатного уровня поддержки 32,260. Коррекционное снижение у нас уже перекрыто, да и в пятницу, в принципе, мы уже локальный рост увидели. Еще один тест. Поддержки очередной. Видите, как иногда инструмент может еще тестировать уровень поддержки, поэтому время от времени я говорю, что инструмент еще может как-то добирать торговую позицию в рамках предыдущего импульса. Так вот, у нас перекрытие по Nikkei случилось в четверг, 9 ноября, и в пятницу еще оттестировали, оттестировали откатный уровень, и в рамках предыдущего перекрытия еще сделали локальное дополнительное движение, то есть до набора торговой позиции. Но, тем не менее, пятница у нас хорошо закрылась, поджать наверх, паттерн присутствует, подтверждение есть, защита есть, поэтому Nikkei можно работать на покупку. С целью на пробитие максимумов текущего месяца в районе 32,820 и выше. Дальше буду сопровождать торговую рекомендацию по данному индексу в своих следующих обзорах, поэтому подписывайтесь на мой YouTube канал, и если ситуация будет подтверждаться, буду об этом говорить, если что-то поменяется, тоже скажу. То есть сейчас у нас, в принципе, картинка хорошая, лонговая, можно работать в лонг. Так, это что касается фондовых индексов, ребят, теперь давайте перейдем к криптовалютному рынку. Крипта, на самом деле, очень порадовала, очень порадовала на прошлой торговой неделе. Почему? Потому что шикарные импульсы наверх по биткоину, по эфиру у нас произошли. Во всех трех видео публичных, которые вышли на моем YouTube-канале Мария Кухтотрейдер на протяжении прошлой торговой недели, три последних видео, это видео, в которых я советовала покупать биткоин. Непосредственно торговые идеи на покупку биткоина вы от меня получали публично. Кроме того, в закрытом канале было два торговых сигнала в лонг по биткоину. Подписчики у меня тоже заработали на рекомендацию на покупку биткоина. И еще дополнительно публичный эфир советовала, ребят, покупать. Кто смотрел мой обзор последний, я, да и предпоследний, в принципе, я эфир тоже рассматривала и говорила о том, что покупаем эфир, потому что ситуация у нас тоже лонговая. А сейчас давайте смотреть. Биткоин. Шикарная просто отработка в лонг. Три рекомендации, которые вы получили на прошлой торговой неделе. Первая – это воскресенье 5 ноября торговая идея биткоин лонг. Вторая – понедельник 6 ноября биткоин лонг торговая идея. И третья – это среда 8 ноября. Все видео есть в открытом доступе на моем YouTube-канале Мария Кухтотрейдер. Смотрите, если еще не смотрели, и сами убедитесь в том, что я советовала покупать биткоин. Посмотрите, как мы отработали шикарно просто в четверг 9 ноября. Отличный импульс наверх, отличная отработка. Дальше продолжаем расти по биткоину. В закрытом канале я часть позиций зафиксировала. Один сигнал по другому сигналу. 30% зафиксировала на импульсе лонгом, и сейчас 70% позиций продолжаю удерживать. Значит, второй сигнал по биткоину давала в среду 8 ноября в закрытом канале. И сейчас мы уже растем, мы уже отрабатываем лонговый паттерн. На самом деле здесь просто шикарный паттерн был, ребят. Я и в видео говорила о покупате биткоины, и в моем открытом телеграм-канале Мария Кухтотрейдер делала пост с торговой идеей на покупку биткоина. Кто подписан, вы видели. То есть, если есть хорошая формация, если есть хороший торговый паттерн, соответствующие рекомендации от меня вы получаете. Если инструмент, допустим, находится на этапе движения, если инструмент находится на этапе дилеммы защиты и так дальше, то такие моменты я, соответственно, не осветаю торговать. Мои ученики понимают, о чем я говорю, и эти моменты нужно, скажем так, пропустить, побыть вне рынка и подождать более понятные картинки. Поэтому биткоин, шикарная отработка. Шикарная отработка у нас случилась. Дальше продолжаю удерживать лонги, но видите, это уже движение, движение, на котором нужно зарабатывать, если до этого был паттерн. Все эти моменты на курсах обучения рассказываю. Паттерн был, неоднократно советовала покупать, и отработка есть. Поэтому кто воспользовался, кто смотрел мои видео, замечательно, вы заработали на покупке биткоина. Эфир теперь давайте посмотрим. Ребят, эфир тоже очень хорошо. Эфир я публично советовала покупать в своих двух последних обзорах. Говорила о том, что эфир у нас смотрится наверх выше локального откатного уровня поддержки 18,65. Здесь у нас хорошая консолидация, позиция локальная была в рамках защитного предыдущего роста, защитного движения, которое произошло по эфиру 3, 4 и 5 ноября. И вот, пожалуйста, отработка. Импульсная отработка. Кто покупал эфир, кто торговал эфир, вы тоже заработали на мои рекомендации в лонг. В закрытом канале я работала только с биткоином. В принципе, там достаточно было и биткоина для того, чтобы заработать два сигнала на покупку и соответствующая отработка есть. Но кто торгует эфир, ребята, вы могли тоже отлично на этом заработать, потому что эфир у нас уже в четверг, 9 ноября, показал замечательный импульс наверх. Что дальше? А дальше удерживать лонги. Сейчас уже точек входа нет. То есть сейчас уже у нас инструмент в движении. Это просто какая-то локальная консолидация две внутренние дневки в рамках предыдущего роста. Это не паттерн. Это просто-напросто подтверждение покупок. То есть если вы покупали ранее по моей рекомендации, по паттерну, консолидация локальная, которая подтвердила предыдущую защиту, и это уже минимальное количество информации, которая позволила спрогнозировать покупки по эфиру. Поэтому покупали частично, обязательно фиксируйтесь, потому что уже отработка есть. Стоп-лосс можете перевести в безубыток. И ожидаем дальнейшего роста, потому что эфир у нас дальше смотрится наверх. Пока это направление лонговое, то есть хорошая лонговая перспектива, но свежих точек входа у нас сейчас по данному криптовалютному инструменту нет. Так, значит, крипту посмотрели в закрытом канале, там дополнительно я еще давала торговые сигналы по другим монетам. Кому интересно, посмотрите, в моем открытом телеграм-канале Мария Кухтотретер как раз буквально полчаса назад сделала пост и показала, как в закрытом канале зарабатываем на покупке криптомонет. Интересные там были движения, интересные паттерны, и они себя очень хорошо отработали на самом деле. Основную часть позиции я посвятила зафиксировать. Также сегодня еще один дополнительный сигнал по крипте ребята получили в закрытом канале. Крипта очень хорошо растет, очень трендово растет за последние несколько торговых недель, и на этом удалось заработать тем, кто торгует крипту в моем закрытом телеграм-канале. Поэтому публично, публично вам советовала только биткоин и эфир покупать, но в закрытом канале также и другие криптоинструменты рассматривала, и по этим инструментам были торговые сигналы. Так, что касается криптовалютного рынка, в принципе все. Теперь давайте смотреть рынок металлов, золото-серебро. Так, ребят, золото-серебро. Здесь ситуация, ситуация чуть-чуть другая. Значит, золото я вам советовала публично покупать на прошлой неделе, на прошлых выходных, вернее, в рамках торговых идей. Но, смотрите, золото, да, здесь в принципе паттерн был, но он не отработался. И уже в понедельник я сказала, что если дневку мы закрываем ниже поддержки 19.80, это откатный уровень поддержки локальный, то в таком случае у нас ситуация меняется, там нужно будет перекрывать коррекцию, а что в принципе мы не сделали. И поэтому уже на всех своих следующих обзорах я говорила о том, что по золоту не рынка, то есть там ничего интересного нет, нужно ждать. Ну, соответственно, видите, тот торговый сигнал, та торговая рекомендация, которая была дана на прошлых выходных, она себя не отработала по золоту. В закрытом канале у меня тоже есть стоп по золоту. Но, тем не менее, неплохая у нас была перспектива по серебру. И локально серебро себе отработало, сейчас посмотрим серебро. Значит, по золоту сейчас, ребят, ничего. Золото находится в таком локальном даунтренде. И, значит, шортить не советую, потому что нет шортового паттерна, лонговать тоже не советую, потому что такую коррекцию, если это действительно коррекция по отношению к предыдущему лонговому движению, то эту коррекцию нужно перекрывать самодостаточным паттерном. Если будет какая-то торговая ситуация по золоту, обязательно для вас буду все это озвучивать на своих следующих обзорах. Сейчас ничего, сейчас нужно подождать. Ну, видите, направление шортовое, потому что довольно сильное давление вниз у нас здесь присутствует. Но точек входа, еще раз повторюсь, нет. Так, серебро. А вот здесь, смотрите, здесь в моменте мы себя отработали. То есть серебро первый раз. Я в закрытом канале покупала еще в четверг, 2 ноября. Я вам публично показывала здесь у меня выход по безубытку. А потом серебро еще раз покупала, значит, еще раз покупала в среду, 8 ноября. И вам публично здесь советовала покупать серебро. Локально интердеймы отработались в четверг. То есть внутридневное движение у нас хорошее было. Да и в принципе, если бы закрыли хорошо дневочку четверга, тогда можно было бы уже это движение считать как перекрытие предыдущей коррекции и лонговать дальше данный металл. Но нет, видите, дневку как-то закрыли с давлением вниз, и пятница еще продавилась вниз по серебру. Поэтому здесь у меня выход по стопу, потому что ситуация в принципе локально отработалась. Но этого было недостаточно, потому что я ожидала от текущего накопления хорошего импульсного выброса наверх с целью на пробитие сопротивления 23,4. Поэтому серебро пока глобально тоже не отработалось. Но интердей отработка у нас, да, была. Что сейчас по серебру? А сейчас вне рынка нужно ждать дальше. Каким образом будет действовать дальше рынок? Будет ли лонговые перекрытия? Реакция наверх с подтверждением? Тогда как-то можно еще рассмотреть вариант покупок. А если нет, то скорее всего будем дальше уходить на давление вниз. И какая цель уже у нас дальнейшая? Это тоже нужно смотреть, учитывая сопровождение. Сопровождение графическое, сопровождение графика. Я имею в виду, каждый день появляется новая информация. Эту информацию уже анализируем. Эту информацию добавляем до предыдущего информационного блока. То есть серебро сейчас у нас давление вниз. Будет перекрыть лонговые. Как-то можно еще рассмотреть лонги. Если будет подтверждение текущего падения, в таком случае будут дальше продажи. Но опять-таки, чтобы подтвердить текущий импульс вниз, который произошел у нас в пятницу, 10 ноября, это основной импульс шортовый по серебру, то нужно несколько дней. Хотя бы три дня должны подтвердить это падение. Поэтому пока ждем, будет появляться какая-то дополнительная информация. Обязательно буду озвучивать на следующих обзорах. Ребята, я напомню о том, что я анализирую все рынки по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг, если есть паттерн на дневках. То есть я анализирую рынки на дневных таймфреймах. Исключительно дневки показывают мне направление по инструменту, показывают мне торговые паттерны. На мелкие таймфреймы перехожу только для того, чтобы увидеть локальную точку входа. И то не всегда, а очень изредка. И тогда, когда нужно словить перекрытие моментов в основном. В других же случаях сугубо дневки торгую, поэтому должна сформироваться какая-то дневная комбинация. То есть это не интердейтрейдинг, это не внутридневная торговля, где я пытаюсь словить каждое движение вверх-вниз. Нет, это некая комбинация, которая формируется несколько дней, минимум 4 дня. А если же ничего нет, вот как сейчас у нас по серебру, тогда пока вне рынка, пока подождем. Так, значит, металлы проанализировала. Теперь давайте смотреть нефть-газ. Сразу скажу, что по газу ничего нет. Даже сегодня смотреть газ не будем. Если что-то интересно нарисуется, обязательно скажу на следующих обзорах. Нефть сейчас ситуация не торговая по нефти, ничего, ребят. Но хочу сказать, что нефть очень хорошо отработала продажи. Я публично советовала шортить нефть марки Brent в своем видео, которое вышло на моем YouTube-канале Мария Кухтотрейдер в понедельник. Обзор рынков на 6-7 ноября. Советовала шортить нефть. Ребят, если есть торговый паттерн, если есть торговая рекомендация, соответствующую информацию вы от меня получаете. Так вот, по нефти здесь у нас была хорошая комбинация, которая подтверждала предыдущие падения. Об этом я говорила на обзоре. Кто не смотрел, можете посмотреть. А кто смотрел и воспользовался замечательно. Потому что на тот момент нефть у нас торговалась примерно возле отметки 85,7. И вы могли открыть продажи. Я уже говорила, что можно шортить из секущих ниже максимума понедельника в районе 86,3 с целью на прорыв поддержки 84,6 и ниже. И вот отработка. То есть есть формация, есть паттерн, соответствующая отработка происходит. Если ничего нет, как сейчас. А у нас по нефти ничего нет. Почему? Потому что нефть сейчас в движении. Нефть сейчас не имеет подтвержденной защиты. Для того, чтобы торговать по моей стратегии, нужна подтвержденная защита. Нефть сейчас находится как минимум на этапе дилеммы защиты. То есть у нас есть вариант шортовой защиты. Возможно, какое-то лонговое сейчас движение будем делать. И это движение будет предположительно принимать форму защиты, если дальше будет подтверждаться. Но это нужно время. Для этого нужно несколько дней, чтобы что-то сформировало, чтобы что-то подтвердилось на графике. Поэтому сейчас вне рынка, если будет формироваться какая-то хорошая торговая ситуация, в закрытом канале подписчики будут получать торговые сигналы. Если ничего не будет, тогда пока будем ждать. До тех пор, пока что-то не сформируется. Поэтому сейчас нефть. Ничего интересного. Предыдущая рекомендация шикарно отработалась. Кто воспользовался, отлично. Вы могли хорошо заработать на продаже нефти. Как я уже сказала, по газу ничего. Газ сейчас в давлении вниз, паттерна нет. То есть в движении мы не торгуем. То есть мы торгуем, когда формируется либо консолидация, либо подтвержденная защита в виде перекрытой коррекции. Но эти моменты сейчас отсутствуют по газу. Поэтому сейчас по газу не рынка. Так, и давайте еще с вами посмотрим рынок Форекс, ребят. Из Форекса я бы хотела рассмотреть сегодня евро и доллар-франк. Начнем с евро-доллара. Значит, евро-доллар. Ну, для начала хочу сказать, что евро-доллар очень хорошо отработал покупки, которые я публично для вас прогнозировала еще раньше. Очень хорошая здесь была импульсная реакция наверх. И что сейчас? Сейчас я считаю, что ситуация у нас находится на этапе коррекционного снижения по отношению к заходному импульсу. Другими словами, то движение, которое происходило по евро 2 и 3 ноября, я считаю, как заходное импульсное локальное движение наверх. Свежие лонговые движения, которые должны подтвердиться сейчас, то есть в текущей локальной комбинации, для того, чтобы дальше можно было работать в лонг. Давайте смотреть, есть ли у нас сейчас подтверждение по евро-доллару локальное или нет. Ну, во-первых, давление вниз довольно четко прослеживается. Но очень хорошо просматривается реакция на откатный ключевой уровень поддержки в уровне 1.0665. Как бы там ни было, как бы там не задавливали медведи цену вниз по евро, но все-таки поддержку мы удерживаем. И уже 4 дня на прошлой неделе у нас происходит реакция на эту ценовую зону. Очередная реакция произошла в пятницу 10 ноября. Поэтому что я могу посоветовать по евро? Смотрите, рисково можно попробовать в текущих купить. Почему купить? Потому что защита лонговая. И если уже посчитать текущий пятничный рост как перекрытие коррекции, хотя это очень слабенькое перекрытие, потому что еще в давлении вниз мы остаемся, но тем не менее, если все-таки посчитать это движение как перекрытие коррекции, учитывая и реакцию на поддержку 1.0665, учитывая и то, что у нас в принципе такая неамплитудная комбинация вниз происходила за последние несколько торговых дней, то рисково можно из текущих купить евро. Стоп-лосс выставить чуть ниже, минимум пятницы все-таки, потому что возможно еще раз как-то будут тестить здесь поддержку ключевую 1.0665, 1.0670 и как-то еще добирать торговую позицию. Но все-таки я склоняюсь к тому, что перспектива по евро у нас восходящая, сохраняется. Я не вижу отмены актуальности лонгового движения, которое произошло 2 и 3 ноября по данному инструменту. То есть защитные движения есть, главное разобраться с подтверждением. Достаточно ли сейчас у нас информации для подтверждения в лонг по евро? В идеале нужно ждать перекрытие наверх, импульса наверх. Вот тогда уже уверенные покупки можно рассматривать. Но рисково можете попробовать из текущих. Как я уже сказала, в силу неамплитудной коррекции, неамплитудного снижения, это раз. В силу удержания ключевой откатной поддержки, это два. Ну и в силу реакции, реакции наверх в пятницу, которые возможно уже служат нам перекрытием. Увидим по факту, как евро дальше будет себя вести. Ну, по крайней мере, текущая комбинация, она пока не позволяет какой-то другой сценарий рассмотреть, потому что просто-напросто нет информации в обратную сторону. То есть в шорт у нас ситуация не подтвержденная в любом случае. То есть даже если и рассматривать локальное давление вниз как возможность дальнейшего снижения, то защиты нет. Ну, то есть в принципе у нас шортовой защиты здесь нет и, соответственно, советовать шортить евро я тоже не могу. Поэтому анализ по евро провела свою позицию, озвучила, рисково можно попробовать покупку. Но еще раз, ребят, для более консервативной покупки, для тех, кто торгует, скажем, по подтвержденным паттернам, можете подождать еще одного имбульса наверх и тогда уже покупать евро. И доллар-франк. Посмотрим, другие инструменты не будем рассматривать и с рынка Форекс, потому что там просто-напросто ничего нет. То есть в принципе другие инструменты у нас находятся на этапе движения. И фунт, и новозеландский доллар, австралийский доллар, нет, доллар-иена. Там ничего интересного нет, потому что эти валютные пары находятся в движении. Движение нужно как минимум подтверждать, либо же опровергать отдельными паттернами обратную сторону. Но это уже другая история, поэтому давайте посмотрим доллар-франк, что по доллар-франку. А здесь, смотрите, ребят, я еще ранее говорила о том, что считаю, что по доллар-франку у нас как защитное движение выступает падение, которое произошло 1, 2 и 3 ноября. Импульс вниз. Это предполагаемая защита. Для того, чтобы дальше шортить в сторону этой защиты, нам нужно подтверждение. Можно ли считать текущую комбинацию как подтверждение продаж? На самом деле я еще ранее думала, что мы упадем по USDC от локальной комбинации шортовой. То есть здесь у нас в принципе 3 дня подтверждали шорты. Но нет, мы еще решили сделать выносный импульс, выносную дневочку в четверг 9 ноября. Пятница, смотрите, пятница это точно так же, как и по евро-доллару, только ситуация в обратную сторону сейчас у нас смотрится. Рисково можно посчитать как перекрытие коррекции, то есть реакция на откатный уровень сопротивления 0,9040, перекрытие предыдущего роста, то есть коррекции и шортить доллар-франк с текущих. Но поджатие наверх локальное присутствует. Что это дает нам? Что значит поджатие наверх? Это значит, что в инструменты есть еще шансы для либо локального роста, в сторону локального поджатия наверх, либо возможно и импульсное движение наверх. Поэтому такие ситуации немножечко рисковые. В идеале нам нужно хорошо перекрыть коррекцию, вот это все движение наверх, которое произошло за последние, да, фактически с начала понедельника нам пришла торговая неделя. Это все движение нам нужно хорошо перекрыть, но я не говорю поглотить, да, то есть это не поглощение, это должно быть перекрытие подневкам. Что это такое, опять-таки рассказываю на индивидуальных курсах обучения. Я считаю, что то движение вниз, которое произошло в пятницу 10 ноября, и учитывая закрытие дневки, ну практически под лоу можно посчитать как перекрытие. Поэтому рисково можно из текущих попробовать шортить. А какая цель для падения? Это поддержка 0.8980, ближайшая ценовая зона поддержки, пробиваем ее, дальше будем уходить вниз. И следующая техническая цель для падения 0.89 с копейками. Если будет что-то меняться, ребят, возможно в понедельник у нас как-то информация добавится по USDCIF, по евро. В таком случае я на обзоре, я думаю, что в понедельник запишу обзор, потому что там очень важно, как будет торговаться рынок в понедельник, и каким образом будем пытаться закрыть дневки понедельника. И это будет очень важная информация, особенно по евро, по франку, да и по фунту в принципе тоже. Вот тогда уже буду на обзоре говорить. И плюс в закрытом канале будут торговые сигналы. То есть пока по Форекс ничего, я пока в закрытом канале еще сигналы не давала, хотя по доллар-франку здесь попробовала шортить, но вынесла по стопу, пока не перезаходила на продажу. Буду смотреть по факту, будет ли подтверждение продаж с понедельника, и тогда буду уже открывать сделки. Но учитывая характер текущей комбинации, как я уже сказала, я пока не вижу отмены шортового сценария. То есть основной приоритет все-таки это продажи. Но рисковые, и почему я только что проанализировала и свою позицию озвучила. Так, ребята, в принципе, в принципе, по рынкам у меня все. Если вам понравился сегодняшний обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забывайте подписаться на мой YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер». Для того, чтобы получать хороший аналитический контент с анализом основных финансовых инструментов, я напомню, что я анализирую все рынки. Я анализирую валютный рынок, криптовалютный рынок, фондовый рынок, товарно-сирьевой рынок, металлы. И, значит, если по этим инструментам есть какие-то интересные ситуации, я обязательно даю торговые идеи, как публично, так и в закрытом телеграм-канале «Мария Кухта». Если соответствующий паттерн информируется, только в таком случае вы получаете торговые идеи. Я напомню, что все торговые идеи я отбираю по своей стратегии защитный трейдинг. Ребят, это не технический анализ, это не волновой анализ. Это, скажем так, графический анализ, основан на теории импульсов. И, в принципе, основная идея моей стратегии – это подтвержденная защита. Поэтому и стратегия называется защитный трейдинг. То есть, если защита подтверждена, тогда можно уже работать в сторону защиты. Каким образом защита подтверждается, рассказываю, на индивидуальных курсах обучения. Вот именно в зависимости от того, как подтверждается защита, у нас и формируются различные виды паттернов. Поэтому все эти моменты на индивидуальных курсах обучения. Кому интересна моя стратегия, кому интересен мой подход к анализу графика, обращайтесь в личку. Вся моя контактная информация есть под видео. Подробно расскажу и по обучению, и по торговым сигналам. То есть, если интересует, все пишите в личку. Также хочу напомнить, что если у вас есть какие-то вопросы по другим инструментам, которые я не рассмотрела сегодня в обзоре, вы можете в комментариях написать. И обязательно эти инструменты я разберу на своих следующих обзорах. Также, ребята, вы видите, как отрабатываются те торговые паттерны, которые я понимаю, которые я для вас отбираю публично. Я не только работаю в закрытом канале и показываю свою работу из закрытого телеграм-канала, но также и показываю свою публичную работу, публичные торговые идеи вы получаете. Если по инструменту ничего нет, я говорю, что сейчас не рынка, давайте подождем, сейчас инструмент движения, сейчас инструмент на этапе дилеммы и так дальше. Если есть комбинация, тогда вы получаете непосредственно торговый сигнал от меня публично. Вот так как я по биткоину неоднократно говорила, что нужно покупать биткоин, никаких сомнений там не было. Очень хороший паттерн. Неоднократно я давала торговые идеи на покупку биткоина публичные. Писала в своем открытом телеграм-канале Марии Кухтотрейдер пост о том, что биткоин ланги. По форекс-рынку у нас на позапрошлой торговой неделе, ребят, я советую покупать евро, фунт, потому что там были паттерны, там были хорошие комбинации. Если ничего нет, то есть если рынок находится на этапе доформирования паттерна, на этапе движения, на этапе дилеммы защиты, то такие ситуации я определяю как вне рынка. То есть это вы должны четко понимать, особенно если вы смотрите мои обзоры регулярно, кто подписан на мой YouTube-канал Мария Кухтотрейдер, вы уже более-менее можете проанализировать мой подход, каким образом отбираю паттерны, каким образом советую торговать и когда. Все подробно на курсах обучения, индивидуальные курсы обучения, плюс бонус, доступ к моему закрытому телеграм-каналу Марии Кухто на полгода. Кому интересно, обращайтесь. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр, всем хорошей профитной недели, ждите от меня свежее видео с понедельником, думаю, что понедельник-вторник запишу еще одно видео с апдейтами по рынкам. Если есть какие-то вопросы, задавайте, пишите стикеры инструментов, которые вы бы хотели, чтобы я рассмотрела в следующих видео, и я обязательно это сделаю. Всем хорошего дня, прибыльной торговли, ребят, и до скорой встречи.